Чё у нас там происходит? Мы уже прошли, мы выиграли Утопия Билдер, то есть мы завершили миссию собрать Метрополию на 50 тысяч человек. Что я хочу сделать? Во-первых, я хочу посмотреть, насколько хорош супергенератор, который стоит 40 ядер. Во-вторых, я хочу сейчас просто какую-нибудь анархию устроить. Ну, вначале супергенератор глянуть. Главная проблема в том, что я настолько торопился собрать 50 тысяч человек, Фростпанк так и не раскрылся. Ты знаешь, я подумываю, можно шестерку вернуть, потому что я все же удовольствие от игры получил. Но уже не 7. То есть снижение баллов было оправдано. Игра однообразная. Очень однообразная. Что из интересного мы получили? Мы получили какие-то суперзаконы в последнем забеге. То есть когда ты действительно следуешь одной идеологии, у тебя появляется некий краевой камень. Вот этот. Да? Алгоритм. Этот алгоритм оказался очень сильным. Вообще безумно сильным. Есть еще вторая штука, которая дает плюс 100% активной рабочей силы. Тоже безумная жесткая тема. Нам это открыло каких-то... какую-то фракцию слуг. Вот. Тоже прикольно. Вот. Тоже прикольно. Значит, подушку. Бабет Хиггин. Служанка. Они разорвали узы, освободили тебя, избавили от жизни в рабстве и от меня. Я бы хорошо о тебе заботилась, любила бы так, как может любить только мать, кормила бы лучшими объедками со стола. Вы освободили детей от бремени их родителей. Кормила бы лучшими объедками со стола. А что? Возможно, у тебя сложится прекрасная жизнь. Может, из тебя выйдет наместник, кто знает, и ты освободишь всех нас. Юный Моисей новой эпохи. Но будешь ли ты вспоминать обо мне? Вы освободили детей. Пять с десяти это ты психанул. Ну и просто мы когда новый забег начали, оно было очень однообразным. Вообще. Проблема же в этом. Так, первое, что нам надо сделать, это разобраться с материалами. Блин, с едой на самом деле тоже, но вначале с материалами. Для того, чтобы разобраться с материалами, нам надо перевести сюда людей. Из города рабочей силы, ну, я могу десять тысяч рабочей силы отправить, жесть. Прям цифры капец. Шестьсот тысяча, тысяча восемьсот попробую отправить, переселить. Так, и я могу сюда переселять. Я и сюда могу переселять, значит и сюда мы отправляем две пятьсот рабочих. Все, вы будете жить в новых условиях. Утка-приветики. Так, дальше, у нас двадцать шесть морозных отрядов. Что это значит? Это значит, о, строительство подвезли. Они новую иконку подвесным дорогам подвезли, смотрите. А там трамвайчик маленький. Что, у них небольшой патч какой-то вышел, да? Сколько еще людей играет в игру? Кстати, игра же релизнулась. В основном положительные семьдесят пять процентов. Играет тридцать пять тысяч в субботу вечером. Ну, цифра неплохая в целом. Неплохая. Новая иконка это уже семь из десяти. Так вот, я что хочу? Я хочу погребенную деревню открыть. Да? Мы просто только куда? Вот вправо или да наверх, наверное, вот по вот этим вот пустошам. Слушайте, а я че так легко построю здесь? Окей. Все, подвесная дорога туда есть. Здесь нефть потихоньку копается, да? да, эти переселенцы пока туда дойдут, конечно. Тут уже, кстати, этот закончится. Прикол в том, что мне все-таки надо бесконечный бур делать. А, вот этот сейчас закончится 12 недель. Мы построим новый. Вот тут вот. Есть кем пробурить? ребята, вам сейчас дома понадобятся, вам сейчас нужно, нужно будет очень много всего. Здесь вот отберу немножко работяг. то, что мне нужно здесь бурить. Нужны штуки с материалами и не обязательно бесконечными. Ура, фростпанк! Радоваться будет нефрост. Летальщики сто человек пропали при загадочных обстоятельствах лотальщики. Радоваться будете агент за штурму. Мерсер, утка ничего не хейтит в отличие от тебя. Утка просто приходит и хейтит всех. Обязанности по содержанию техобслуживания. То, что у нас потребность в материалах заметно падает. Блин, это мне как раз таки надо. У меня 226 домов. Надо уменьшать город. Так, а какой у нас алгоритм? Снизить заболеваемость? Нафиг. Снизить рост населения. Рост населения резко падает. Вот так вот. Нам сейчас надо сносить эти дома, которые мы здесь настроили. Иначе они будут жрать просто миллион тепла. Эти районы очень плохие. А самое главное не тепла, а материалов. район еще жрут огромное количество материалов. инкубационный цех. Помойку. Самое главное материалы в проблемах. так, чё здесь? А кто-то дошел из работяг? Нет, походу не дошел. 489 сила. Смотрите, мне надо ставить бесконечные источники. Глубокий плодородный слой. Осталось 41 неделя. Подожди, глубокий продал плодородный? А, 100 миллионов, да, все верно. А че? Рядом с живым районом построил, отлично. Сейчас вот здесь будет полная жесть. 1900 человек дошли такие. Таки дошли. Строим. Ладно, не такая же жесть получилась на самом деле, Думал, будет жестче. Сразу же работать здесь. Сразу же работать здесь. Жилый район. Раз, два, три. Рядом с генератором. Раз, два, три. Рядом с... Рядом с этим. А че, буря пришла? А, буря придет только в центральный город и, наверное, дойдет сюда, что ли? Угу. Там надо хоть закон принять. Ну, власть капитана разве что подписать. Все будут называть вас капитаном. Доверие не будет поводом для беспокойства. Голосования не будут поводом для беспокойства. Во имя блага города наместник станет капитаном и получит расширенные полномочия в совете. Поехали. О, я могу вам дать возможность проголосовать. Вы же хотите, чтобы мы были капитаном? Капитан, капитан. В основном сомневаются только лорды. Ну, вы, конечно. Снести надзорку, университетскую клинику, отменить программу деторождения. Я согласен. Ребята, я за. Мы тоже не хотим программу деторождения. Ты, кстати, сегодня сильнейший двор сегодня силе выиграл. Да, силе прям лидерство. А что, совет зрителей? Не, не, нету, не работают. Спейду к силе песни распевать. Блин, ну ладно, не работает, давайте голосуем. Власть капитана, поехали. Они должны быть за. Да не, спасибо за Редецкий. Спасибо, поздравляю Шерстя с вторым местом. Заслуженным на твоем этом дебютном выпуске. Очень-очень хорошо сыграл. Спасибо за рейд, спасибо. Капитан наместника больше нет. Завоюете максимальный уровень доверия. Вы контролируете совет и его делегатов, находясь в тени. Рядовые жители думают, да совет работает как обычно, но для вас это всего лишь инструмент. Вы узурпировали власть, чтобы установить свои законы в городе. У вас нет соперников, оппозиции, сдержек и противовесов. Вы единственный лидер выживших в этой ледяной пустоши. Лучше всех знаете, что нужно городу. А люди дали вам право решать за них. Теперь вы капитан. Да здравствует капитан. Было написано, законы больше не будут проблемой. Ой, и Силия сразу еще рейденский. Ой, спасибо. Спасибо тоже за рейд. Я тут в финале забег в бесконечном режиме во Фростпанке, так что кто боится спойлеров Фростпанка. У нас здесь спойлер-фри место, потому что сюжет я прошел, бесконечный режим я прошел, а больше в игре контента нету, к сожалению. Силия, тебя поздравляю с первым местом. Спасибо. Прям два рейда подряд. Два рейда. Огромное спасибо за ивент. Было здорово. Буду стараться попадать в счет. Да, я думаю, обязательно. Может быть и у меня, может быть и у ребят на этом, на выпусках. Вот, приходите, приходите. Не забывайте спрашивать, не стесняйтесь, потому что нам самим, как ведущим, мне, Косме и Игорю иногда очень сложно искать участников. Вот, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. Финал бесконечного режима мы достигли бесконечность. Ну, типа того, да. Да, да, да. У нас тут прям, короче, жесть какая-то. Так, эммм, ты мне? Нет, я что-то громко сказал, но, видимо, нет. Так, нам нужно добить вот это каким-то образом. Нам нужно каким-то образом добить вот ту штуку. здесь бесконечный источник. Нет, здесь просто древесина. Так, здесь нужна еда в любом случае. Эти люди уже есть. Блин, сто человек осталось? Серьезно, я так быстро все это... Я так быстро это все... Вместимость этого транспорта в смысле... А-а-а, это так работает, да. Вот в обратную сторону можно. Интересно. Здесь, кстати, в обратную сторону надо еще угля закидывать, да. Потому что больше жителей и больше потребностей в тепле. Как здесь может быть 600? В смысле? А, потому что я еще 120 этих отправляю угля. Весь уголь не... Не получится здесь, да? А-а-а, что здесь из интересного? У меня здесь появилась станция, которая больше пара вырабатывает, но надо еще больше жителей. Короче, я это... Маловато сюда прислал, да? Надо еще 2000 рабочей силы в сырьевую колонию. Так, давайте еще вот что посмотрим. Я вот здесь построил штуку, можно ли ее основать не работает из-за бури? Нет. Походу, ее нельзя все-таки в бесконечный бахнуть. в бесконечную колонию. Это жаль. Жаль, я надеялся, что получится. Бесит, что вот это все жрет ядер. Но это повышение этого эффективности производства. Это надо. Чуть послушай фончиком, тоже теперь дорога фростпанк лежит. спасибо за ивент. Ну смотри, да, ты это пораспойлеришь сейчас что-нибудь возможно в финале. У нас тут просто, ну, огромнейший город. 166 запасных этих. Что здесь? Малометражный комплекс, университетская клиника. Блин, если клинику уничтожу, болезни вырастут. Малометражный корпус, университетская клиника. Это все, что у меня и происходит. Показной совет, власть капитана. Делегаты все чаще обращаются с разрешением пропустить голосование. У меня дочурка заболела, объяснил один из них, не знаю, сколько я еще жить, но я хочу провести все оставшееся время с ней, одна лишь загвоздка. Его дочь видели гуляющую по улице города и она была абсолютно здорова. Остальные делегаты постоянно отпрашивают за заседание совета на суд присяжных или к зубному, хотя делегаты освобождены от обязанностей присяжных. Как поступим? Заставляют усомниться, нужен ли совет вообще? Совет продолжит работу в обычном режиме. Установить строгую дисциплину или разрешить некоторые послабления. Ну, блин, понятно. Сейчас разрешим им послабления и будут просто сидеть себе в совете, лутать деньги, ничего больше не делать. Да, потому что, ну, ясно, ясно, ясно. Как будет продолжение? Гензо Шторм в понедельник продолжится вместе с новой Диосишкой. Фракция это абстрактная процентовка от жителей или они как-то связаны с населением в городе и теоретически их можно расселить по разным городам. Их нельзя расселять в другие города, туда просто идут колонисты и все. Вместо них будут голосовать запасные делегаты, это может сделать любой, кто умеет светить лампой. Делегаты должны подавать пример и добросовестно выполнять свои обязанности. Совет продолжит работать в обычном режиме. Давайте разрешить некоторые послабления. Стив, ну ты нам спасибо за... Как здесь дела? Здесь 2700 человек. Давайте в первую очередь делаем глубокий слой почвы сюда. Несмотря на то, что это тратит один уголь, мне надо... Мне сейчас срочно... Мне сейчас срочно надо немножко улучшить свое положение по углю, иначе все сдохнут просто. Вот. Такое может быть. Автоматизирование типа общежития для рабочих. Хорошая, кстати, штук, 15 жилье дает. И работают они быстрее. Глубокий слой породы бесконечный, да? Здесь я теплицу уничтожаю. Ну давай общежитие для рабочих тогда. Программа деторождения отменить правила... Ой, я как раз хотел. Крупный пищевой район бургубокий, да? Хорошо. А почему у меня два бура глубокого плавления, в чем прикол? Холод. Ну, холод, это понятно почему растет, потому что это петельный центр еще нужны в любых местах, которые много работяг занимают. Вторых живых районов просто-напросто не хватает. В городе что-то плохое, болезни. Под пристальным взглядом общежитие для рабочих и трудовой надзор быстрее увеличит эффективность производства ресурсов, пока у вас есть действующее общежитие для рабочих. Капитан, некоторые бригадиры похвастались новым способом повысить эффективность труда рабочих проживающих в общежитиях, чтобы ограничить периоды безделия и гарантировать пунктуальность. Мы контролируем и оптимизируем их в свободное время. Рассказал один из них. Мы будем их в назначенный час, засекаем время, которое они тратят на сборы и все такое. Простойный, эффективный метод. Отвратительно. Просто ужасно. Болезни, да? Болезни. Болезни. Вот эти законы все еще все еще снижают как-то обязанное. Ну вот напряженность. Наоборот, повышают. Вероломное убийство в Совете, гражданская война. Достичь примирения и принудить к порядку. Необходимо присудить, приструнить обе враждующих фракции. Принять все законы в Совете, объединить город, став новым капитаном. Так я уже новый капитан. Смотрите, так это тоже... Авантюристы пришли в ужас, когда лотальщики подослали убийцу, зарезавшего их делегата. В этот же момент лотальщики организованными группами начали штурм сразу нескольких районов. Город оказался на грани хаоса, авантюристы в ярости. Этим террористам нет места в Нью-Лондоне, лотальщики должны отречься от своих идеалов или уйти. Они готовы нанести ответные удары. Если лотальщики будут изгнаны, они понесут наказание за это преступление. Ты на месте, капитан единолично принимает решение, а не в Совете. Я капитан уже, я принял капитанскую власть. В смысле? Если лотальщики будут изгнаны, они понесут наказание. Блин, ну, раз я стал капитаном, давайте капитанскую концовку, ну, капитанскую этот... Я бы изгнал лотальщиков, но давайте принудить к порядку. Вы решили, что город выживет лишь в том случае, если его объединит властная рука капитана, то есть ваша. Дать вам такие полномочия может только совет, но эти полномочия не принесут пользы. Пока фракции убивают друг друга на улице, встал капитана, вы должны сперва укрепить власть и решить, как лучше обеспечить мир любой ценой. Ладно, хорошо. Так, защищать. Спасать жизни, взять район под охрану. Отношения к уличной бою в этом районе не усилят износ. Ну, износ звучит ужасно. Смерти людей звучит еще хуже, на самом деле, потому что я знаю, что от смерти людей все нахрен уйти захотят. Укрепить свою власть, применив способность укрепив власть. Сейчас, подождите-ка. Это здесь? Ввести военное, экстренное заседание совета. Укрепить власть. Путь порядка. Капитан, стражи приступили к операции по укреплению вашей власти в городе. Все гражданские права временно утратили силу. Руки ваших стражей больше не связаны ордерами и достаточными основаниями со всеми, кто недоволен усилением вашей власти, расправляются быстро. Война скоро прекратится и вы восстановите мир. Понести напряженность до серьезного уровня. Да-да-да-да. Сейчас я, да. Взять район под охрану. А все, оно заканчивается. Все, я... Все, я... Я решил проблему гражданской войны. Ее нету. Но у нас болезни растут. А для болезней нужны клиники. Которые улучшают темпы исследований, которые на самом деле мне не нужны. Блин, вот, короче, расширения все еще нужны. Потому что не хватает нормальных зданий и они вот этого вот всего. Можно, конечно, первичную сортировку больных сделать. Никто и не заметит. Блин, у меня есть маленькие жилые районы, в которых нет ни одного здания. Ну вот жилой район. Но он в центре. Его просто расширить некуда. Это центральный район. И вот еще район, да? Который тоже не расширить, потому что я его только что закрыл вот этим районом. Черт. Ну ладно. Так, что здесь? 2400 рабочих. Это здание перестало работать. Хорошо. Ну, плохо, но... Что ты делаешь? Минус 67, минус тепло у них. Че у них по теплу? 60, 68, 160. Жесть. Отопительные центры строим. Вам удалось уберечь нас от критической напряженности. Я знаю. Временное прекращение. Вы положили конец всем ожесточенным боям в городе. Мы сможем забыть на несколько недель, но боевики никуда не исчезли, если не найти окончательное решение конфликта, рано или поздно боевые действия возобновятся. Начнутся вновь, если мы затянем поиски окончательного решения. То есть это... Ну ладно. То есть они считают, что окончательное решение это все-таки мир... Мира достичь. Как будто бы. Хм. Интересно. Если так, то интересно. Почему у меня все лагает? Это автосейв какой-то? Автосейв. Так, мне нужен супербур. А здесь мне нужен вот эта вот геотермальная станция. А здесь мне нужен еще один жилой район. Три, четыре, пять, шесть. Так, я же нажал разрушить. 1300 жителей. Здесь только один газовый район. Походу, да. Здесь еще нужны склады. Склад... Центр хранения материала здесь нужен. Обязательно. Лаги фиксятся перед запуском игры. Так я только недавно в игру зашел. Так, программу радиоторождения мы отменяем. Предложить. За 100. Власть капитана. Блин, смотрите-ка. Можно отменить власть капитана и... В принципе... А, нет, подождите. Нельзя ее отменить. Можно проголосовать за или против. Набрать совет зрителей. Что такое тут ваш совет зрителей? О, ачивка. 100% делегатов должны проголосовать за ваш закон. Лорды требования выполняют. Ага. Так, здесь здания поломаны, да? И вентик. Изолируйте радикалов от общества. Капитан, стражи выполнили поставленную задачу. Беспорядки? Подавлены. И все стороны признали нашу абсолютную власть. Но ненависть, послужившая причиной войны, осталась. Кровь прольется вновь, если мы не отделим радикалов от добропорядочных граждан. Мы должны физически разделить враждующие фракции, отправив одну из них или обе в изолированные охраняемые анклавы. Не, не. Авантюристы хорошие ребята. Латальщики не прижились в этом городе, к сожалению. Увы. Мне холодно, я голодный в лотинках в камне. А ты кто вообще такой? Лучшая фраза. Латальщики, конечно, ну не спр... Не прижились, не прижились. Недоделанная функция интеграции чата, твича, в голосовании игры. Так нет, она более-менее нормально сделана. Почему недоделанная-то? Топливная колония. Я так не хочу колонию новую строить. Это минус ядра. Тропа на угольной шахте. О, плюс ядра. Забрать груз тоже, наверное, ядра какие-нибудь. Проблема в том, что я сейчас не все могу, да, сделать. Мыслители ворда латальщики, мыслители авантюристы. Давай вот это вот заберем сокровище. Ядра. Двадцать пять человек, двадцать пять человек, двадцать человек, двадцать пять человек. Материалы не ядра. Блин, мне нужны ядра. Вот той десятки сейчас почти хватит. Двадцать три, плюс можно сломать какие-то штуки и построить самый крутой этот. На прошлом стриме, я говорю, это еще не изгнание. Ты видишь, их в какие-то эти запихнули. Короче, в местные тюрьмы, не знаю. Слуги, во, задержанные есть. Решить судьбу. Как поступить с политзаключенными, находящимися под превентивным арестом? Черить тайную полицию, давайте. Сократить численность воритетовщиков. Простите, но у нас власть капитана. Извините, простите. Так, болезни, да? Жилье, угольная университетская клиника. Есть куда? Есть куда. Так, надо где-то уменьшать работу чего-то. Домов. Надо уменьшать работу домов. Кстати, мне уже исследовательские институты не особо нужны. Да? Как будто бы. Вообще, нет, вот здесь вот можно геотермальные станции крутые сделать, которые будут по 200 пар охерачить. Ну, они будут стоить ядра. Еще посмотрим, что с нами сделает этот... Что с нами сделает буря и насколько. 50 недель буря. Подожди, взять район под охрану, может ли? Подавить уличные бои, отправить страж. Давайте, подавить. Смирить силой, принудить к миру. Мы должны положить конец убийствам, не проливая кровь. Отряды страж ждут приказов. На карту мы поставлены жизнью мирных людей. Мы должны прекратить это, конечно. Боевики разгромлены. Замечательно. Сейчас, короче, буду в районах снижать теплопотребление. Вот снижением количества рабочих в этих районах. Так, бойцовский центр, кстати, уже не нужен абсолютно. Я не знаю, сколько я их построил. Минус 559, да? Ну, ничего страшного. Сейчас, 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 сейчас мы решим эту проблему. Слушай, ну 339, это же фигня. Мне на 200 недель хватит. Так и норм. А чё, а, да ладно. У меня проблемы с материалами, но проблемы с материалами решаются вот здесь. Вот так вот. Проблемы с ледой решаются здесь. 1900. Этот район тоже под бурей. Минус 600. Нихера себе. Чё, подожди-ка. Перевозка материалов. Я могу вам больше угля поставлять? Могу, но это не помогает. This is not helping. Вместимость этого транспорта. А что я им ещё поставляю? Материалы и эти, да, все штуки, ясно. Так, ну давайте сейчас мы вам здесь отопление построим просто. И всё, и нормально будет. Отопительный район. Можно строить несколько через шифт. Можно строить несколько через шифт. Вау, разрабатывай, подумай. О, подождите, а здесь тоже есть старое время? О, здесь ещё один добыча газа можно построить. И будет норм вообще. Добыча газа, это прям тема. Так, здесь заканчивается... Подожди. Блоки плодородный... Я здесь ещё не построил, да? Окей. А где экшн? Где игра? Что за контурные карты? Ну так игра же про эти? Это чё? Игра же про... Как они называются? У меня ответственность в страже не принято. Собирали матери. Ну, кстати, тоже надо выкинуть нафиг это. Угу. А, про эксель-таблицы. Какие стратегии ХЗ кому нужны? Норм стратегии это Варик и Вархаммер. Да, только они умерли. К сожалению, понимаешь? Игры жанра Real-Time Strategy, RTS, мертвы. Их никто не делает. Ну, кто-то пытается всё ещё, но непонятно зачем. Так-то тоже играли. Какие циферки? Эти циферки ещё могут быть не связаны. Нормально между собой население фракции. Разрабы, в первую очередь, убили огромную часть атмосферы. Ну, а что им было делать? Ну, я знаю, что им надо было делать. Им надо было делать и Генза Шторм. Я уже сотню раз об этом говорил. Но не сделали. Ну, их проблема. Отопительный центр строится. Где ещё можно отопительный центр построить? На самом деле, главная проблема, опять же, не в отопительных центрах, а в отопительных центрах. Да, мы сделали альтернативный StarCraft и Граммертвакс. Это которая новая, она вот только вышла. Шторм что-то там. Постройте один район анклав лотальщиков. Ой, я даже не увидел этого задания. Оказывается, тут какое-то задание есть. Прикольно. Сейчас, я на добычу хочу геотермальную станцию здесь поставить. Они же не стоят... Да, они не стоят ничего отличного. Всё, 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 всё в тепле. Видите, как легко, оказывается, всех теплом обеспечить. Вот так-то. А вы думали, в минус 110. Материал надо поставлять по-любому. Продолжать сюда. Убрать поставки угля, потому что они почти справляются сами. Вместимость транспорта уже переполнена. Давай угля меньше. Блин, я уголь важнее, чем грёбаные товары. 360 всего могу. Но я сейчас этот момент исправлю, кстати говоря. У них тут холодное место. Чё, вы чё-то нашли интересное? Интересное, вы чё-то нашли. Забрать ресурсы. 50 запасов материалов и угля. Давай, правда, 50 материалов угля у меня уйдут в никуда, наверное. Забрать ядра. Плюс один наружный. Стоп, а чё там ещё было? Блин, там чё-то можно было сделать. Может быть, там можно было колонию с ядрами сделать. Хз. Не, вряд ли. Думаю, что такой тупой выбор был бы. Чё, который бросил, уже ливнул со стрима. А вы и повелись. Ха-ха-ха. Где моя фабрика? Не чудо лекарств, а вот которые товары делают. Но только без ядер. 60 товаров. Стандартных модулей нет. Тоже ядра жрёт. Вот, трудовой лагерь. О, оно. 100 товаров строит. Вот это здание, я понимаю. Так, давайте делать новый район. Район-анклав. Лотальщики. Может их в холоде построить. Ну ладно, я не настолько... Я не так жесток. Преступность. Жесть, если строить этот район, короче, рядом с обычными домами, растёт преступность. И напряжение. Прикольно, прикольно. Что я могу сказать? Ничего не могу сказать. Могу сказать, что строим его сюда. Четырнадцать. Он занимает четырнадцать слотов. Нихера себе. Да, резервация. Да. Резервация. Давайте занимайтесь полезным делом. Зачищайте, зачищайте потихонечку. Снежочек-то. Гетто для лотальщиков дожили, да? Блин, механики и уорды просто отношение ужас. Эд Янг. Младший механик. Сердито собирает вещи для переезда в Анклав. Одна коробка — это всё, что нам разрешают взять с собой в Анклав. Вся моя жизнь должна уместиться в одну коробку. И это... И что самое ужасное, я глядываюсь вокруг и вижу, как все взрослые, все так называемые лидеры, молча повинуются, безропотно рвут в клочья свою жизнь, чтобы она аккуратно вместилась в один крохотный чемодан. Трусы. Есть более простой способ. Уложить человека в коробку. Наступит день, и я поступлю так с капитаном. Лотальщики готовы к новой жизни в Анклаве. У них, кстати, сразу... Их всё ещё можно расширять. А сколько их здесь живёт? Как вообще понять? Начать переселение Анклава Лотальщики. Постройте одну дозорную башню в районе лотальщиков. Дозорную башню им ещё строить придётся. Дачники. И расширяется он, кстати, на семь клеток жёстко. Когда мы влияние соседства района? Не знаю. Сколько все... Ну, правда, все лотальщики у меня... А, у меня их численность 3% всего. Тысяча человек. Туда переедет всего лишь тысяча человек. Так, ребята, как у вас тут дела? Уголь плюс 400. Ага, ну, материалы закончились. Вам прям совсем он больше не нужен? Офигеть. Он им вообще больше не нужен. А вы его не добываете, по идее, нет? Где вы можете добывать торговый путь и центральный район? Торговый путь сюда уголь керачит. Чё, издеваетесь? Я такого не разрешал. Какой такой торговый путь сюда введёт уголь? Так, как у вас с едой? Излишки копятся по чуть-чуть, да? Сейчас мы их потихоньку будем перебрасывать. Чё, не могу. А, тут перебор. Подожди, у меня районов в центральном городе не хватает. Для хранения пищи? Серьёзно? Минус 540. Ну, на 135 недель хватит. Так, я всё ещё хочу двигаться в сторону Поггерса. Он уже прогресса, да? Обязанности по содержанию. Небольшой шаг к равенству. Так, мне нужно... Подождите-ка, мне нужны обязанности по содержанию в сторону Прогресса. Это какое такое? Сейчас я посмотрю. Непорядок. Вот они, обязанности по содержанию в сторону... Но это не Прогресса, это в сторону... Это в сторону какой-то другой штуки. К заслугам. К заслугам. К прогрессу. К заслугам. К заслугам. К заслугам. А мне надо что? Мне нужен... А, ну мне нужен прогресс. Химические добавки в силе. Прогресс. 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 Идеальная рабочая адаптация. Простите, но мне не нужен шаг к адаптации. Мы идём... У нас город Прогресса. Закапать глазки, кстати, хорошая мысль. Ну, я слишком сильно ожидал, но в итоге расстроил. Ну, нет. Игран... Я не в целом, я доволен тем, как я поиграл, малый раз. Привет. В целом, поиграл-то я как раз нормально. Так, вот ещё есть механическая фабрика, делает товары и... Не тратит модуля. О, прошу. Фабрика чудо-лекарства. Нужна ли она нам? Материалы. Трудовой лагеря прям кайф. Как он мог это сказать? Что ж, мужики, не хотите мне денег дать? Спасибо. Так, ну и вот она, кнопка переселить. На этом гражданская война завершится. Будущее анклавов. Наследние Лондона. А не Лондон, причём. Инфраструктура для изоляции зачинщиков от остальной части города завершена. Наши стражники начали процесс переселения. Мир близок. Тем не менее, некоторые из них возмущены условиями в их новом анклаве. Эти ветхие хижины едва пригодны для проживания, говорит один из них. Это возмутительно. Мы этого не потерпим. Многие механики, лорды и мыслители призывают нас игнорировать эти жалобы. Пусть сами заботятся о своём жилище. Они же достаточно стоили нашему городу, сказал один из них. Анклавы строгого режима. Отношения незначительно улучшаются с мыслителем и механиком. Пусть радуются, что не гниют в тюрьме. Любая крошка с нашего стола для них сродни подарку. Или изоляция должна пойти на пользу всем гражданам, даже жителям анклавов. Мы постараемся обеспечить равные. Ну, я согласен за равные. Мыслители-механики пускай идут нафиг. Город не погиб. Вы объединили город твёрдой рукой, став его капитаном. И всё это во время бури. Все силы способны противостоять вам. Уничтоженный город выживет, став единым целым. Вы добились успеха вопреки всему. С инакомыслием покончено. Путь порядка. Нашему заблудшему городу нужны были единые голости, кто ищет волею твёрдая рука, удерживающая заглотку. Заглотка. Вы осознали это. Восстав из грязи и трясины, вы стали нашим маяком в тумане. Что ещё нам осталось делать, кроме как идти на этот ослепительный свет? И теперь, словно море, ведомое звёздами, город тянется к вам, согретые лучами вашего света. Мы пойдём туда, куда вы укажете путь, капитан. Вы добились успеха вопреки всему, и город выстоял. Но бесконечный режим продолжается, потому что он бесконечный. Хайф. Так, ребята, у вас там в университетских клиниках есть возможность класть всех штабелями. Слуги, ужасное отношение, задержанные, ужасное отношение, лорды, механики. Лишите судьбу задержанных. Что это вообще значит? Полторы тысячи боевиков в фракции. А в анклав чё, нельзя, что ли? Вы получите отряды стража. До конца жизни будут служить капитану. Перевоспитать, примкнуть к своим независимым единомышленникам. Или изгнать население, сократиться. Отношения со всеми сообществами ухудшатся. Давайте перевоспитать, допустим. Финансируй проект ребятам в Ащейзе. Чё, какое обещание хотите? У вас есть срок недель, чтобы построить автоматизированную тепловую диспетчерскую в любом продовольственном районе. Бурый глубокого давления или улучшенную подрывную угольную шахту исследовать? Давай автоматизируем тепловую диспетчерскую. В продовольственных? Это сюда. Глубокий слой пусто. В смысле пусто? Не может быть пустым. Я просто его не начал еще добывать. Бурый глубокого плавления. Поехали. Я понимаю, что я тем самым уменьшаю количество ядер. Обещание, что это катка последнего второй фростпанк. Нет, мы еще начнем. Мы еще начнем чисто посмотреть этот выживание вокруг дредноута. Оно такое же смешное, как в прологе? Или все же там будет что-то интересное? Так, а буря-то уже ушла? Нет? О, походу, буря ушла. Блин, ну как-то так себе ушла, если честно. Потому что вы сдержали слова. Я молодец. Армейское хранилище здесь. Вообще, где у меня север тут? Вот так вот. Здесь ядер нет, здесь ядер нет. Здесь есть только топливо. Здесь есть только топливо. Здесь ядер нет. Здесь холмы бесполезны. Слишком опасно для разведки. Вот тут ядра есть, класс. Вот тут ядра есть. Но туда все еще идет буря. А что, здесь тоже буря даже в этой колонии? Ну да, да. Она, кстати, до сих пор не прошла. Смотрите. В этой колонии буря жесткая. Ну и легко обеспечивают теплом. Потому что здесь есть крутые газовые сборщики. Видимо, ниже 110 градусов в игре не бывает. Потому что, ну, это из 800-ой недели, это третья буря. И каждый раз одно и то же. Ну, смешно, что? Смешно, к сожалению. Ну, грустно, но смешно. Рядом с пищевой. А, пищевой загрязнять не стоит. Будет ремнант, выходит 24-го DLC. Ой, нет, на ремнант сейчас времени не будет. Сейчас будем в агент за шторм играть в первую очередь, да? Что здесь всего 24 тысячи добыли? Блин, вы вообще, капец, конечно. Че так мало? Ребята, давайте добывайте. Алло. Слабаки, блин. Добыть ничего не могут. Здесь уже дважды расширены, дважды расширены. Может, мы сделаем вот что? Ускорим бурю. А можно так не лагать, пожалуйста. Блин, что-то буря долгое, капец, не могу. Может, на севере она уже ушла хотя бы. Все еще опасная для разведки. Бесит. Просто бесит. Существует, пожалуйста. Стрим тоже залагал, кстати, или нет? Ну, в плане... Че-то у меня здесь плохо все. Материалов не хватает. А тут что? Холод. Так это... Геотермальную станцию строить. А здесь что? А здесь разруха. Ну, разруха мы и можем повезти. У меня денег нет? У меня нет здесь рабочих. Сейчас. Разруха, разруха, разруха. Башний фильтр. 400 человек нужно. Есть 400 человек. Ой, да ладно, здесь нет ни одного места, куда можно поставить башний фильтр. Да ну не поверю. Че он так холодно-то? Че, подождите, ребята. У меня есть для вас отопительные центры. У меня еще как будто домов не хватает, да? Тут-то че? Ну, тут материалов нет. Ну, с материалами все понятно. Эти ребята не успевают поставлять материалы нормально. А, так и буря все еще продолжается, кстати. Она еще не закончилась. То есть, 1500 угля начинает жрать. Вообще, я форсаж включу. А в других городах, кстати, бывает форсаж у генератора? Нет, его просто можно выключить. Блин, я-то думал, честно говоря, что буря уже закончилась. Она еще идет. Ужас. Плюс 270 материалов. Кажется, я слишком много вот этих штук настроил, которые материалы жрут, да? Прикажи башне, встать куда-нибудь. Ты же теперь командир. Это я, огромный замерзший лед. Здесь вроде как копают. Чрезвычайные смены, ребята. Чрезвычайные смены для чрезвычайных решений. О, она прошла, что ли? Не, наверное, достроились просто. Не ло, да? Блин, я все еще не перешел в фулл прогресс. Все еще не сделал фулл прогресс. Почему? Что мешает? Что адаптацию приносит в город? Закон идеальный рабочий. Закон разведчики. Нет, это раньше. Закон идеальный рабочий отклонен. Теплица с биоотходами снесено. Башный фильтр. С мхом построен. Ну да, теплица с биоотходами еще одна. Разведчики отклонены. Башный фильтр. Построено, построено. Вот фильтры с мхом у меня какие-то пососные. Нужны другие виды фильтров. Значит, это у нас... Вот оно. Вот эти пункты сбора отходов есть какие-то. Завод по сжиганию отходов. Ну блин, он жрет ядра, ребята. Он жрет ядра. А вот это вот что? Вентиляционная башня. Вот, вот это не жрет ядра. Сносим раз. Блин, как же она лагает. Уже я хочу закончить этот город. Башный фильтр 2 сносим. Где еще фильтры? Вот еще эти фильтры есть. Так, у нас появился новый фильтр. Теперь он, теперь он вот такой вот. Теперь он будет не фильтром, а вентиляционной башней. Это все в сторону прогресса. Законы в сторону прогресса. Какие-то есть общество. Идеальные рабочие. Борьба с преступностью. Обычное наказание. Здравомыслие. Здравомыслие. Это надо где-то вот в городе смотреть. Премии. Небольшой шаг с заслугом. Нет, не в городе. В выживании, наверное. Рабочие смены. Прогресс. Обычный принцип труда. Идеальные рабочие. А я не могу исследовать необычный принцип труда, да? Новый принцип труда вот здесь. О, есть! У авантюристов помощники машин. Спрос на рабочую силу сильно падает. А почему раньше не было этой радикальной идеи? Окей, раз. Что у вас плохо? Разруха. Знаете, я только что нашел такую крутую вещь от разрухи, ребята. Здесь голод небольшой. Удивительно. Помощники машин. Хорошо. Принять. Сразу же. Заседание делегатов. Помощники машин. Голосуем за. Будем еще на 30 недель, да. Этот шаг... Вот он. Вот он прогресс. Смотрим. Головенство автоматонов. Мощное средство для снижения разрухи, чтобы люди не работали, да, в этих опасных производствах. Мы перестроим город таким образом, чтобы основную часть работы выполняли автоматические устройства. Ну круто же! Чтобы темпы производства выросли еще сильнее, капитан может запустить роя автоматонов по городу. Открывает способность город Запск-Роя, который передает управление городом автоматики. Что повышает эффективность и значительно снижает разруху, но при этом могут пострадать люди. Ой. Замечательно. Так, морозные земли. Главенство автоматонов. А, это то же самое. Ну потому что в морозные земли работяги нужны. Здесь у меня повинность. Здесь у меня ничего интересного. Здесь у меня тоже главенство автоматонов. А это, наверное, вообще нельзя никак исследовать. Кожные мешки перестанут работать. Так, ну-ка, мне прямо интересно. Роя автоматонов. Люди могут получить травмы. Ну да, разруха упала. Болезни, правда, не упали. Ну, ничего страшного. А вот здесь вот разруха не упала. А я построил фильтры. Ну и как так? Я же фильтры-то построил. А что у вас разруха все еще? Ребят, давайте без разрухи. Давайте жить вне разрухи. Круто же. Здесь, кстати, как будто бы надо увеличивать жилые районы просто. И строить какие-нибудь... Здесь жилые комплексы крутые, которые... Не, подожди. Не они. Да вы что, улучшают? Общежитие. Общежитие для рабочих качают. И там люди могут жить. Круто, круто. Тут можно было вообще вот этих зданий не строить. И просто они бы жили в общежитиях. Как будто бы это, кстати, имба вообще не... Стурботяг. Интересно, Стурботяг, это какая часть от вот этих вот этого количества? Наверное, где-то пять. Может быть, три, что-нибудь такое. Так, у нас есть новые исследованные места. Пища. Кому нафиг нужна пища? Хотя, не, подождите, собрать, пускай будет. Круто же. Ища, пища, материалы. Ясно. Не работает. Впахивает робов? Вчастлив человек. Так, да. Но здесь все еще не хватает материала. Но их здесь никогда не будет хватать. Потому что здесь недостаточно большая передача. То есть я обязан это делать вручную. Вот мы сделали город роботов. Но вот эта, извините, передача материалов будет идти вручную. Хе-хе-хе. 750 тысяч, чувак. Окей, 250 тысяч. А здесь что? Здесь все еще разруха. Разруха старая. Ухо получается. Вентиляционная башня. Есть. Пу-пи-пу. Давай, третье ускорение, чтобы у меня все зависло. А-а-а! У меня генератор перегреется сейчас. Что здесь еще есть? Программа занятости подростков. Алгоритм. Ввести принудительную повинность. Многие граждане пополняют ряды слуг. Экстренное заседание совета. Ввести военное положение. Ну, ничего не надо. У нас все хорошо. Да-а-а. Вот это лаги, конечно. Весело. Даже на максимальной сложности не поиграешь, когда... Ой, на максимальной скорости. Все еще форсаж включить? Да вы... А! Что? Отключен. Чего? Он сам отключился, что ли? Ладно, спасибо. Генератор, ты молодец. Люди погибли в загадочных обстоятельствах. Кстати, уже 30... 35 тысяч населения, но 20 тысяч рабочей силы. Чего? Автоматом Bigfoot 800. 70% от населения работают просто. Чатерсы побежали выключать. Спасибо, Чатерс. Ты че, я все эти центры исследовал, да? Это нельзя принять? Это не краевой камень? Это не краевой камень. Здесь вообще никакого исследования нового нету. Капец. Вот поставить омарок нету. Несовместимы с фундаментом. Че у вас за дела здесь? Заморозки. Опять. Да почему? Отопитель... Отопительные центры. Пять тысяч рабочих здесь? Четыре тысячи рабочих здесь? Но это вот базовые вот эти вот штуки влияют. Это по-любому из-за них. Офигеть просто. Двадцать три ядра. Сейчас мы их как соберем. Так, буря-то закончилась, нет? Минус 110. Нет, не закончилась. Работяги, ну давайте, давайте, давайте. Все. Можно жить нормальной жизнью? Буря закончилась. Спасибо, блин. Вот этот ядерный комплекс присоединить тропами. Куда? Наверное, вот сюда, да? Не, подожди, может сюда ближе. Не знаю. Ищем все ядра, которые мы можем найти. Пища в город. Допустим, развалившийся из полин. Забрать груз. Новый город. В нем нет ядер, так что он нам не нужен. Угольный дом. Собрать уголь. Можно. Вот там где-то сверху были. Блин, ну тут все еще буря. Как же она меня бесит. Снова одной фракции, три точки. Но они радикализированы в любом случае, мне кажется. Их просто не могут. А вот же ядра были, стоп. Так, есть. Хорошо. Я ничего не могу с этим сделать. Они, это... Прикол в том, что они живут в гетто. Поэтому, ну, живут. Общее производство 12 этих. Преступность минус. 50. Рабочую силу дает. Анклав дает рабочую силу. А, нет, это требование на анклав, чтобы его поддерживать. Что у вас здесь-то? Что, буря еще не закончилась, что ли? Минус 80. Кстати, минус 80 еще холодает. Прям дефицит тепла, реально. Ну, кстати, здесь еще железо есть. Я уже не знаю, куда отопительные центры-то ставить. И автоматонов, кстати, здесь тоже можно использовать. Прикольно. У меня просто перестал их углем снабжать. Вот и вся проблема. Ну, как будто бы я прям вообще все сделал. Я уже не знаю, что принимать. Законов не осталось. Власть капитана есть. Город, общество. Вот у меня какая-то ответственность стражей нету. Что это такое? Стражи. Почему стражи безответственные такие? Общество. Борьба с преступностью. Вот идея есть. Публичные казни. А, вот здесь ответственность стражей почему-то нету. А, потому что ближе к традициям. Ясно. Логично, наверное, не могу, потому что нет традиции. Так, ребята, вы уже построили эти десять ядер. Давайте, давайте, давайте. Поехали. Почему... Почему время замедлили? 28 человек вылечились в больницах. Более холодный сезон. Более холодный сезон. В скобочках минус 80. Ну, наверное. Достали эти автосейвы, да... 35 тысяч населения. Население, кстати, все еще растет. Что странно, ведь алгоритм на замедление роста населения. Слишком хорошо живем, получается. Видюх не вытягивает. 40-80, между прочим. Я не знаю, что не вытягивает здесь. Ядра отправить экспедицию. Знаете, где все вытягивает? В агент за шторм. Забрать ядра. Морозные отряды 5 нужны. И что-то с аукциона. 400 тепломарок. Склад чая. Что такое доверие? Как оно может падать? Распределить поровну. Богачам, чтобы пополнить казну. Давайте, ладно. Сделим. Кстати, я все хотел вот эту тему расширить и в ней же построить еще другую тему. Сама игра трейд. 30-60 на 70% загружено. Все равно лагало на 70. Да понятно, что игра, конечно. Что здесь все еще материалов не хватает? А, у них болезни появились. О, нет. Кстати, напряженность серьезная. Напряженность это, видимо, единственный способ сейчас проиграть. Что нас все еще могут сместить в качестве капитана. Давайте смотреть сюда на ускорение x2. Ладно, давайте смотреть сюда на ускорение x3. Забрать ядра. Две штуки. Окей. Здесь, вон, ядра будут, да? Да не надо мне стопать ничего. Не читаю я сейчас. Не читаю. Пускай 50-80. Не тянет 40-90. Команда спасателей ради модулей. Че? Вереница. Застрявшие вы, выжившие. Мы должны отправить помощь из города. Не могут вырваться из ловушки. Видимо, они все это время питаются припасами из фургонов. Давай попробуй. Забрать часть людей. Починить печи. Ооо. Заправочная станция. Заключить альянс. Здесь есть города какие-то. Сотни бараков. Сначала мы должны починить их печи. Я вам ядра не отдам. Мексиан сделаны из пустых нефтяных бочек. Выкачивать, перерабатывать нефть, чтобы продавать путникам. Огонь в печках поселка. Время от времени тускнеет и дрожит верный признак износа. Некоторые жители попросили нас забрать. Другие хотят, чтобы мы заменили ядра. Ну, вообще, прикольно. Починить будет, но... Находящийся здесь аванпост. Опасная нефтяная скважина. Отнять силой. Починить и поделиться. Находящийся аванпост будет отправить меньше нефти. Управление шахты уже конфликтует с соседским галисийским заводом. Чё-то я не увидел в этой локе этих... Ядер. Вот тут вот есть ядра. А там не увидел. Сколько это там аванпост их ещё доставлять будет? Ну, 116 ядер всего осталось. Окей. О, ещё ядра. А, отменить экспедицию. Сюда и так отправлено. Давай. Как думаешь, почему игра популярна среди зрителей, несмотря на низкие оценки стримеров? Ну, я не могу сказать, что прям супер популярна. У меня на второй, третий день количество зрителей на самом деле подуменьшилось. Сейчас, ну, 450 человек. Многие всё ещё остались, я думаю, с... Ну, во-первых, два рейда. Несколько рейдов там. Три ещё. Тостер рейдил. Варлок рейдил. Многие ещё. Кто-то остался просто до сих пор с этого, я думаю. С рейдиков, с мастера Игоря и всё. А так я бы не сказал, что игра прям супер популярна среди зрителей. Не знаю. Я думаю, быстро хайп сейчас исчезнет уже, уже исчезает. Как бы все сейчас быстренько да пройдут, кто начал. Многие уже прошли. Кто в МИ выиграл, силия жёсткая. Силия просто... На две миссии больше прошла, на две локации прямо. Ждём дредноут и шторм. Ну, дредноут сейчас быстренько. Ну, шторма сегодня уже, естественно, не будет шторма. Уже вечер поздний. Но в понедельник начинаем вместе с DLC-шкой. Тридцать шесть ядер. Тридцать семь ядер. Здесь вот первая неделя. Вообще не слежу, что там в городе происходит. У меня так мало запасов топлива, лол. У них так много запасов материалов, лол. У меня избыток товаров 250 тысяч из 50. Чего? Сколько у меня денег? 4 800? Жесть. О, отправить в город пять ядер. Спасательная операция. Участь одной выжившей не сравнится с судьбой всего нашего города. На ремонт печей и Галисийского завода уйдёт меньше ресурсов. Наш команд спасатель потратил много времени сооружая леса, чтобы добраться до фургонов, застрявших в расселье. С каждым днём голоса внизу становились всё тише. Когда первые разведчики перепрыгнули через разлом, в живых осталось только одна женщина. Заявил, что фургоны принадлежат Галисийскому заводу. Мы можем доставить тела, выжившую, и припасы на Галисийский завод. Но никто не узнает правды, если мы бросим её здесь. Отправить заводы. Отправить ядра. А теперь я могу им починить, в принципе. Починить печи. 10 отрядов надо. Сейчас, подождите. Я могу починить их печи, потому что у меня на два ядра больше, чем мне нужно. Там болезни, разруха, да и херсть. Так, два ядра, минус 100 модулей. Даже просто тоже интересно, что там произойдёт сейчас. 5 ядер всё равно приедет. Где 5 ядер? 56, я отдал 2. Наверное, они едут, просто я их не вижу на карте, наверное, да? Латальчики пропали при загадочных обстоятельствах. Удивительно. 40 ядер, есть! Сюда город. Меня даже в него не переносит. Он загрузиться не хочет, походу. Не пытайтесь, чтобы избежать обеспечивающих таблицей. Это действие тех, с которыми, с которыми... Генератор. Симбиотический регулятор. Нефть, пара и уголь производят больше тепла. Открывает симбиотическую помощь, которая автоматически улучшает жильё, тяжёлую промышленность или пищевые районы. Чат запишите, запомните. Ну-ка, сейчас. Мне просто интересно. Топливная смесь 600 в 1500, если я работаю на паре, и 2700 в 2700, уголь. Если я на угле работаю, 1700 угля в 4200. Почему так тепло? Минус 100, кстати, как во время бури. Ну, нефти у нас нету, поэтому на ней работать бессмысленно. Смотрите, значит, если работаем на паре, 600-1500, 2700-2700. Сейчас вот построим и узнаем, насколько это будет круто. Потому что я всё так же, скорее всего, буду работать на этом, на пару, потому что пар есть. Вообще, пар всегда должен использоваться как основной источник. За это что, даже ачивку не дали? 600 в 1800. 1600... Подожди, а тут какая-то помощь, производство пищи. Увеличит эффективность пищевых районов. Жилые районы. Или тяжёлая промышленность. Вызывает генерал работать согласованно с районами. Ну, 600 в 2000. 1400 в 2200. Ну... Знаете, я ожидал 100 на 10 тысяч. С учётом того, что я на это 40 ядер потратил. А в игре 40 ядер найти не очень просто. Заключить альянс. Аванпост будет снабжать нефтью. Поставлять нефть в город Сити. Сколько нефти? Непонятно. Опасная нефтяная скважина. Это та, которую можно починить или... И поделиться. Ну, вот и всё. Мне за самую крутую базу даже не дали ачивку. За самое крутое улучшение в городе даже ачивку не повутал. Жеееееееееееееесть. Пора закругляться. Пойдём быстро глянем... Быстренько глянем в другой режим. И из-за того, что я играю без сейвов... Хуже, чем первая всё же. Я теперь могу это сказать. Ну... Не хотел в основном. Всё же она другая. все так говорят. Она другая, чем первая. Блин, я на всякий случай в игру перезайду. Но... Ну... Ну, похуже. Похуже. Все-таки похуже. 40 ядер это 40 автоматонов. На 40 автоматонах можно город построить и ездить. Трат 40 ядер в никуда. Вообще, что они сделали этого? Безмолвно. Простите, простите, чат. Простите. Очень громко. Ну, я уже сказал мододелы. Смотрите, я еще раз скажу, что я, наверное, все же на один балл бы поднял, но я все же насладился и сюжетом, и утопиабилдером. В игре я провел 34 часа. Плюс 7 часов в демке. Ну, за 40 баксов 27 часов. С учетом, что не все пойдут в утопиабилдер. Вон, смотрите, у меня куча стримеров в друзьях. 20 часов наиграли максимум. Больше 20 часов никто не осилил. Потому что контента-то и нету. Значит, смотрите, утопиабилдер. Дредноут. Заселите морозные земли. Создайте густонаселенную пищевую, топливную и сырьевую колонии. Заметно увеличьте численность населения основного города. Метрополия и эпоха процветания. То же самое. Накопите огромные запасы... Вот лучше вот это вот. Вот это вот. Мыслители, лорды. Мы попытались в них поиграть. Они были ничем интересным. Труженики, торговцы. Может тут торговцев что-то новое будет. Пробуем торговцев. Сложность житель. Режим выживания. Чтобы я случайно не ставил паузу. Принять. Умеренный уровень сложности, позволяющий допускать ошибки. Непростая задача. Пусть и с правом на ошибку. Третья сложность. Сложная, которая почти не терпит ошибок. И сложнейшая, почти не оставляющая права на ошибку. Диэн. Все челы по факту просто скины. Так да. Это скины и нарисованные художниками картинки. Да, которые просто меняют. Ну, они делают то же самое. Хотя, я не знаю, кто лху. На самом деле, кому-то надо проверить. Я не хочу просто это делать. Мне столько времени тратить на это. Слушайте, Дредноут реально один в один локация. Они бы хотя бы локацию другую сделали. А что Дредноут не может в другой локации находиться, что ли? У них разные пассивки. Ты уверен в этом? Мне кажется, они абсолютно одинаковые. Не знаю, разные или нет. А, я же не построил ничего. Труженики. Финансировать проекты. Собрать средства. Найдена нефть. Сколько еще в сеть стоит? Столько же? 100 типа марк 50 модулей. Ну, стоимости как будто бы такие же, да? Плюс-минус. А, че, да? А, да. И другие комбинации трех ползунков. И вчера шоу через веру шоу основной были молитвы о адаптивной эффективности рабочих. Натуральные добавки и химические добавки. Немного еды в период спокойной погоды и эффективность производства пищи растет. Ну, как будто бы чуть-чуть другие законы. Товары длительного и товары массового снова. Шаг к прогрессу, шаг к адаптации. Это то же самое. Может быть, насчет добавок я не помню и не уверен. Но, скорее всего, может быть, было что-то другое. Товары бесплатные и платные. Здесь законы одинаковые. Официальный карантин. Значок заразного. Одно и то же. Чужаки. Принимать всех, впустить. Одинаковые. Поддержка экспедиции. Помощь в развитии города. Осмотр теплотрасс. Общественные работы. Ну, такого не помню. Шаг к равенству. Освобождение от работы. Тепломарки от населения растут. Каждое граждане работает сверхурочно. Общественные работы. Честно, не очень помню. Ну, похороны, видите, тоже те же самые. Либо извлечение органов, либо погребение. Детство, обучение семейного дела. Обязательная школа. Это тоже было. У других фракций здесь, понятное дело, в законах ничего особо не меняется. Когда в прологе выбираешь порядок или веру. Так при чем здесь пролог? Мы в Утопия Билдер играем. Утопия Билдер использует абсолютно те же механики, что и сюжет. Ну, то есть... Нужны свежие идеи. Смотри, здесь тоже прогресс и адаптация. Прогресс и адаптация. Прогресс и адаптация. Здесь равенство и заслуги. И здравомыслие традиции. Вот я выходил из здравомыслия. Уж не знаю, будет ли оно давать то же самое, типа. Вот этот, помните, имбовый перк, который у меня был. Эффективность, рабочие смены, какое-то отопление, улучшение генератора. Ну, здесь понятно, нефтяные нас... А, как улучшается генератор вообще здесь? Нефтяные насосы, генератор. Генератор может работать только на нефти, но с повышенной эффективностью. А у других работяг и нет решения. Так подождите, наш генератор и так может работать только на нефти. Мы же... Стоп. У нас генератор у дредноута. Как бы, подождите, я думал, дредноут, он как бы сам себя топит. А вот они генератор в дредноут впихнули. То есть это буквально миссия не отличается ничем. То есть только лейаутом, то, что здесь всего одна времянка, жуть. А, две, ладно, две. Ну и рандомизации как бы миссии. Ясно. Ну, ясно. Все очень однообразно. То есть даже дредноут даже не... Вы понимаете, он работает на угле. Он даже не работает на этом. На нефти. Мы вообще нефть запасаем сейчас. Потому что... Ну, потому что это генератор, да. Он просто работает на угле. Да, уголь сейчас быстро закончится, естественно. Нам 30 тысяч запасов нам дают каких-то вначале. А тут тебе просто тупо генератор впихнули. Да, да, в сюжетке хотя бы в прологике этот запихнули. Ну, халтурненько. Я говорю, я вот снизил на 2 балла за халтуру то, что... Вот это все одинаково. То есть у тебя есть два выбора, но здесь в целом решения будут одни и те же. То есть давайте... Я не знаю, сейчас я просто... А, у меня еще нет радикальных ребят. Блин, я бы хотел радикальных ребят каких-нибудь бахнуть. Ну, вот тоже, смотрите. Вот дозорные вышки. 12 эффективности, 20 потребностей в тепле. Смотрите. У этих будут... Вот этих вот. 16 эффективности, 40 потребления тепла. Ладно, нет. У этих то же самое. А, так это базовые дозорки. Блин, у меня же еще не... Я что говорю? У меня же еще не появились эти радикальные фракции. Ой, блин, короче. Короче, все. Все. Первая часть на 6-7 миссий, только в осени. Отличие в законах и исследованиях. Да, но там условия игры все разные, Дивипл. Ты же помнишь? Где-то автоматоны работают и пытаются запастись едой. Где-то там этот Винтерхом там помирает. Где-то вообще-то еще в DLC потом новый механик этих соединенных городов. Я понимаю, что это тоже в DLC, но все же. Фростпанк это отсутствие реиграбельности. Что первый, что второй. Они, ну реально, в них очень мало реиграбельности. Вот это главная проблема Фростпанка. Я первую очень любил. Я ее вот как прошел, да, в начале. У меня, кстати, в Стиме нет Фростпанков первой. Не могу посмотреть, сколько там, наверное, в Гоге играл. Я там, типа, вот прошел ее в 2000 каком-то там, в 18-м, наверное, году. В каком она вообще вышла? И забыл. Потом вышли DLC, я как бы вернулся. Потому что, ну, DLC это классно. Ну, ладно, я... Нет, стоп, я не вернулся на DLC. Я вернулся пройти DLC в 2018-м она вышла. Я вернулся пройти DLC тогда, когда уже анонсировали второй. Я на хайпе пошел, добил осень и что-то там еще. Но все равно основные, блин, геймплейные моменты, конечно, ну, типа, блин, здесь было какое-то разнообразие. Разнообразие было, реиграбельности не было. Тут ни того, ни другого. Не знаю. Прикрутить, ну, хоть какой-то рандомай... Он есть небольшой, ктухо. Смотри, если мы заново начнем вот ту миссию... Кстати, у меня реально полностью пропала миссия на 800 недель. Айронмен режим, конечно, гениальный. Просто гениальный. То есть у меня утопия билдер вот на вот эту вот переключился и все. Я больше не могу играть в 800 недель. Все. Его больше нету. Все. Ой, айронмен, конечно, идиотизм. Ну, в любом случае, я говорю, мне все равно понравилось. Я все равно игрухой насладился. Я, наверное, балл на один подниму до шести. Я там перепишу мнение еще разочек. Допишу, вернее, вот в этом. Шесть. Шесть. Ну, пять. На границе с пятеркой. Очень средненько. Очень средненько. С учетом того, что у них есть идеальный, как бы, пример того, как надо сделать. Они сделали... Они не сделали. Да. Они не справились. Ну... К сожалению. Я уже говорил. Они могли пойти по двум путям. Первое. Отстраивать микро-поселение. Что, как бы, можно делать в утопии билдере. Но зачем? Если там всегда будет одно и то же. Одно и то же всегда будет. И второе. Они могли расширять город до бесконечности. То есть, вы присоединяете кусок земли. Там новые ресурсы. Туда вы продвигаете город. И уже не живете вот этими разведчиками. Вся игра, вот, на полном серьезе, вся игра превращается в игру разведчиков. Вы нашли бесконечный источник ресурсов. Кайф. Ставим тут аванпост. У нас бесконечные 600 угля, которые помогают пережить бурю. Любую. Потому что буря требует, ну, примерно 1100 угля, 1200. И все. А буря это минус 110 температуры. Вот. И как бы было бы прикольно, если бы вместо разведчиков мы бы дальше город расширяли. Такие, знаете, прям большие строительные районы во все стороны. Потому что там появилась еда, тут появилось что-то еще. А вокруг самого города расширялась бы, соответственно, теплозона с палатками. Ну, сделали... Как сделали? Ждем мододелов. Я надеюсь, что кто-нибудь из мододелов сделает из второго фростпанка Агент за шторм. Со своими краевыми камнями, со своими указами королевы, указами наместника капитана из главного города. Знаете, из Нью-Лондона он такой... Пришлите мне ресурсы. Настроение должно быть хорошим. Что у вас? В вашем колонии поселения настроение плохое? Я недоволен. Да, нет замерзания зданий, генератор всех греет на километры. Да, 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 потому что они научились вот эти вот путители строить. Да, буря тоже сильно жестче в первой части. Жаль, жаль, очень жаль, что так получилось. Очень ждали, очень, к сожалению... Очень, к сожалению, грустно в итоге. Получилось все. Получилось все как получилось. Надо кого-то зарядить и пойти отдыхать. Ребята, завтра, может быть, будет короткий стрим, может быть, стрима не будет вообще, потому что воскресенье вместо субботы выходной, потому что сегодня был стрим. Завтра, наверное, Бетлджуса с Яной в кино пойдем посмотрим. Вот, глянем. А ты балл за музыку посчитал? Минус балл. Потому что ее мало. Пошли к Пулу. Ну что, Пулу вечерний стрим подрубил себя? Вот. И в понедельник мы с вами начнем уже DLC Генза Шторма. Но вечером. DLC будет вечером, а просто Шторм днем. То есть, жапки, жапки у нас уже будут. Нам разрешили постримить. Мне дали ключик. Как я разработчикам написал, супер, жду, спасибо, обязательно поиграю после Фрост Панка. Они написали, кайф, давай так и сделаем. Они же, наверное, тоже понимают, что... Ладно, они... Тоже не могли знать, что Фрост Панк будет таким себе. Они как минимум понимают, что их игра хорошая. Блин, у меня почему-то кнопка отслеживаемая не работает. А, Пулу рисует пиксель арта, да, сидит? Можно, кстати, можно Пулу чепорадовать Ридецким. Да, давайте. Давайте пойдем к Пулу. Он занимается пиксель артом. Вот, поддержите его в этих его начинаниях. Мы... Смотрите, мы его сейчас зарейдим, и он начнет вам показывать свою коллекцию пиксель арта. Там всяких персонажей там и так далее. Если не видели. Там, на самом деле, очень прикольные и красивые у него есть штуки. Вот. Такие вот дела. Все, ребят, спасибо, что смотрели. Увидимся, может быть, завтра. Но, скорее всего, в понедельник. Всем хорошего вечера. Отдыхайте. На выходных. И... Дальше будем залепать. Ресурсы в студии уходят на Альтерс и Фрустпанк по остаточному принципу. На самом деле, может быть, Альтерсы красиво выглядят. И прикольная у них такая концепция. Все, побежали. Побежали на рейд. Побежали, побежали.